Игорь Тихоненко Начали установку солнечных батарей на жилые дома Ну а начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги Динара, пожалуйста Спасибо, Игорь Все события дня в настоящем времени из Праги Я Динара Аргин, здравствуйте Сепаратисты готовят котел вокруг Артемовска Так считают украинские военные По их информации, противник пытается захватить Попасный Чтобы взять в кольцо сразу несколько населенных пунктов И выйти обратно в сторону Краматорска Попасный украинские войска удерживают всеми силами Отступать никак нельзя Ведь это прямой выход на Артемовск А дальше на Краматорск и Славянск Задом такой, если выйти на Славянск И с другой стороны вы видите горловка С той стороны они выйдут за Артемовск И Артемовск окажется в котле Предупредить захват Попасный И есть задача украинских артиллеристов Их штаб также расположен на второй линии обороны Отсюда ведется корректировка огня И обозначаются позиции боевиков За вчерашний день противник работал из Первомайска Это западная окраина Работали из-под подстанции магистральной Причем работали Понимали, что открыть ответный огонь мы туда не сможем Ввиду того, что это подстанция магистральная И без света останется весь регион Целью сепаратистов, говорит корректировщик Был наблюдательный пункт артиллеристов Его обстреляли из градов и минометов Начали с легкого вооружения То есть минометы пошли работать Под прикрытием миномета уже начали работать Их артиллерия То есть на более дальнем расстоянии От 10 до 12 километров Сразу после обстрела от украинских военных Следует ответка Миномет Остальное не скажу Ольга Калиниченко, Илья Никонов Настоящее время, Луганская область Украинские дети в опасности Об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили Поводом для этого стала нехватка вакцин Для прививок Эта ситуация наблюдается не первый год Корреспондент Настоящего Времени Ирина Каноненко узнала Как в Украине сохраняют иммунитет К тяжелым болезням Маленькой Квитославе год и два месяца Основную борьбу за прививки Ее мама уже прошла Для того, чтобы уберечь своего ребенка от вирусов Вакцину Ольге пришлось искать далеко от Киева Возьмут случаи, когда ты хочешь сделать прививку, но ты не можешь ее сделать Потому что попросту нет вакцины Нам повезло, мы сделали БЦЖ еще в роддоме И как потом выяснилось, повезло, потому что я рожала в Киеве В других регионах этой прививки нету Таких, как Квитослава, каждый второй ребенок Украины Врачи в один голос заявляют Отсутствие вакцин для прививок новорожденным Это проблема ни одного дня К примеру, в регионах страны прививку БЦЖ Вакцина для профилактики туберкулеза Которая делается в первые дни жизни Дети могут ждать до 7 месяцев А некоторые прививки и вовсе нет возможности сделать На сегодняшний день, на сегодняшний конкретно У нас в наличии в консультации есть вакцина гепатита И кори красную хепаратит, так называемая КПК А вот больше ничего нет Но и столичные врачи уверяют, вакцины не хватает катастрофически Были моменты, когда не было в достаточном количестве Или не было вакцин, которыми проводится иммунизация в родильном доме Ну, у нас, как в принципе, во всей стране Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили подтверждает Что некоторые вакцины не завозились еще с 2012 года На официальный запрос настоящего времени В Министерство охраны здоровья ответили так Впервые за 5 лет в 2015 году с госбюджета Украины Выделено 100% запланированного финансирования Согласно государственной программы по иммунопрофилактике Впрочем, учитывая недофинансирование прошлых лет Этих денег не хватает Общественные организации возмущены Глава фонда пациенты Украины Дмитрий Шерембей отвечает Что украинцы теряют иммунитет к тяжелым инфекционным заболеваниям И всему виной просто-напросто халатность Они не успели их купить в том году Вакцин нет на этот год В Украине действующая эпидемия туберкулеза Действующая эпидемия туберкулеза говорит о том Что каждый человек, по сути, находится в зоне риска Тем не менее, в министерстве обещают Что уже к концу сентября вся нужная вакцина будет в регионах А докторам все-таки придется пересмотреть календарь прививок для детей Ирина Кононенко, Настоящее время, Киев В Польше из Украины без виз и легально Граница между этими странами открылась на один день В Западной Украине Европейские дни добрососедства В районах, отдаленных от международных пунктов пропуска Действуют импровизированные посты На открытии границы побывала наш корреспондент Ирина Сандуляк Кречев – небольшое на несколько десятков домов село На границе Волынской и Львовских областей До границы с Польшей всего 3 километра А там сразу же Крылов Польская деревня, в которой у каждого жителя Кречева Если не родня, то друзья Но ездить к ним далековато До ближайшего пропускного пункта 20 километров Если едешь машиной, скажу я вам То не посидишь, не выпьешь Потому что еще назад надо ехать Если приезжаем на вашу сторону за покупками или бензином То нет времени на родню Потому что нужно возвращаться И стоять в большой очереди на границе Пан Генрик с женой и дочерью перешли границу одними из первых Чтобы подольше у родней погостить Ведь у этого однодневного пункта пропуска Строгий распорядок работы С 10 утра до 7 вечера Поскольку границы тут проходят по реке Бук Польские военные установили понтонный мост Это не сложно Пограничники готовы в любое время В любом месте развернуть такие мобильные пункты пропуска Главная цель акции Не позволить с границей оборвать традиционно сильные В этом регионе культурные и семейные связи Отсюда и слоган Единство без границ Мы хотим, чтобы люди с украинской и польской стороны Могли свободно перемещаться Могли посещать друг друга Ведь тут очень много знакомых Полдню к пограничникам очередь После короткой официальной встречи на мосту Украинцы и поляки идут Кто в гости Кто погулять по руинам Крыловского замка А кто в футбол поиграть Или концерт послушать В Одессе юноши и девушки Свои летние каникулы посвящают Военно-патриотическому воспитанию В мае там открылся лагерь Соответствующим названием Украинское сопротивление Или сокращенно Укроп На одном из занятий побывал наш корреспондент Всеволод Ананев Ребят здесь учат отнюдь не детским вещам Рукопашному бою, стрельбе из автоматов И даже проникновению в захваченные террористами здания Особенно остро в этих навыках По словам устроителей лагеря Одесситы нуждались в прошлом году Организовали, когда перед нами Перед одесситами, перед жителями города Стоял вызов в виде сепаратистских проявлений Стоял вызов в виде внешней угрозы И пусть сегодня новобранцев в лагере не так много Как в начале военного конфликта на востоке Украины И обострение ситуации в Одессе Курс молодого бойца Бесплатно прошло уже более двух тысяч горожан Разных возрастов От старшеклассников до 30-летних мужчин В распоряжении юных добровольцев И палаточный городок, и бронетехника, и снаряжение для альпинизма Но их особая гордость Один из самых больших в Украине киллхаусов Он имитирует настоящее помещение Где может укрываться противник Взрук рассмотрит, мы отрабатываем Как все происходит на самом деле Хотя основная задача научить молодых одесситов Метко стрелять и искусно прятаться Преподают здесь не только военные дисциплины Принцип построения лагеря Это как казацкая сечь То есть вот у нас Со всеми культурными традициями Историю изучают Подавляющее большинство подопечных укропа Мальчики Но и девушки в камуфляжной форме Тоже занимаются здесь наравне с сильным полом По словам инструкторов Закончив обучение Некоторые из их подопечных Едут в зону боевых действий на восток Украины И присоединяются к добровольческим батальонам Сева Алтанани, Максим Корзун Настоящее время, Одесса А в России набирает популярность Новый тренд В моду входит патриотическая символика В Москве ее активно торгуют В специальных магазинах С подробностями моя коллега Беата Бубенец Благодаря усилиям российской пропаганды Военно-патриотическая тема Сейчас в тренде Первыми настроения российского общества Почувствовали продавцы сувениров Среди традиционных шапок, ушанок и матрешек Стали появляться футболки и кружки С изображением российского президента И вежливых людей На буме патриотизма Магазины с российской символикой Стали появляться и в спальных районах Москвы Основными покупателями сувениров С государственной символикой Стали сами россияне Особенной популярностью пользуются футболки Это вот авторские футболки Это вот Путин с бородой Очень популярная вещь Сейчас такая есть мода Как бы, ну вот На бороды у мужчин Вот они все отращивают Это как бы символ Вот, ну, древние Как бы русичи Все с бородой Такие брутальные Вот там небритые Не знаю По надписям на футболках Можно судить об основных Российских политических трендах Вот майка с вежливыми людьми Именно так стала позиционировать себя Армия России После присоединения Крыма Против пропаганды гомосексуализма Майка супернатурал С изображением брутального Путина Еще один тренд Советский Союз Несмотря на репрессии И кровавые преступления Личность Сталина Сталина становится все более популярной Среди россиян Если раньше поклонниками его Были в основном коммунисты То сейчас многие молодые люди Не могут пройти мимо футболки С изображением советского лидера Сталин ассоциируется с победой Великой Отечественной войне Интерес к военной теме Усилен также событиями на Донбассе Стильмитрий становится все более популярным Военторки появились практически В каждом районе Москвы Купив здесь камуфляжную одежду Берцы и флаг Любой желающий может почувствовать себя Частью российской армии Беата Бубенец Москва для настоящего времени И снова в эфире наши американские коллеги Игорь, вам слово Спасибо, Динара Министр обороны США Аштон Картер сделал ряд резких заявлений В адрес российского руководства И лично Владимира Путина Который с его точки зрения Ведет Россию в неправильном направлении И зачем-то пытается вступить В очередную конфронтацию с Западом Картер заявил, что Россия представляет угрозу Сравнимую с угрозой Которая исходит от исламского государства Эти заявления глава Пентагона Сделал выступая на базе Корпуса морской пехоты Кэм Пендлтон в Калифорнии И российская делегация Отказалась ехать в Нью-Йорк На межпарламентскую ассамблею Под эгидой ООН Потому что спикеру Совета Федерации Внесенной в санкционные списки США Выдали визу с ограничениями Российское руководство И лично Валентина Матвиенко Выразили возмущение этим фактом Рассказывает Александр Григорьев Посещение иностранными дипломатами И государственными лидерами мероприятий ООН Определяется соглашением Между ООН и Соединенными Штатами Подписанным в 1947 году США не имеют права Препятствовать посещению штаб-квартиры ООН Уполномоченными на это лицами Однако американский конгресс Принял поправку Которая стала составной частью соглашения Согласно которой Этот договор не может никоим образом Цитата Уменьшить, ограничить Или ослабить право Соединенных Штатов Обеспечивать свою безопасность Конец цитаты Эта оговорка применяется на практике Достаточно регулярно В 1988 году виза не была предоставлена Ясеру Арафату Лидеру Организации освобождения Палестины За соучастие в актах терроризма В 2014 году США отказались Предоставить визу Члену дипломатического представительства Ирана в ООН За участие в захвате Американского посольства в Тегеране В 1979 году ООН неоднократно пыталась смягчить И это правило В конце концов был найден компромисс США согласились выдавать Официальным лицам С подмоченной репутацией Визы с определенными ограничениями Как правило Им приходится ограничиваться Передвижениями В радиусе 15 миль От здания ООН на Манхэттене Этого достаточно Для участия в мероприятиях Поскольку в 15 мильный радиус Попадают абсолютно все здания ООН И практически весь центр Нью-Йорка Подобные визы с ограничениями Выдавались, например, лидерам Кубы и Ирана И они не помешали Фиделю Кастро и Махмуду Ахмадинижаду В полной степени Использовать возможности выступлений И встреч в ООН Виза с ограничениями Выданная Валентине Матвиенко Одобрена ООН И принята международным сообществом Она никоим образом Не могла помешать работе Матвиенко И ее коллег Российской Федерации Принадлежит большая часть Арктического побережья Поэтому для мирового сообщества Крайне важно Какой будет роль Арктики В дальнейших отношениях России и Запада Представляя собой Необъятное поле деятельности Для международного сотрудничества Арктика рискует превратиться В новый полигон Для гонки вооружений Продолжение темы В материале Вадим Оленичево На полярный регион Приходится около 20% Волового внутреннего продукта России Помимо значительных запасов нефти И природного газа Здесь добываются Железная руда Никель Цинк И многое другое Поэтому неудивительно Что Россия Позиционирует себя Как арктическую державу Мне кажется У русских такая установка Когда они видят Что привычные месторождения Иссекают Они начинают искать ресурсы В другом месте А это как раз Арктика В последние 10 лет Наблюдается эволюция Стратегии Кремля В развитии полярных регионов На смену территориальному диалогу Между Россией И государствами Большой Семерки Приходит централизация Кремлевского руководства И плановое осуществление Полярных проектов Более того Россия все чаще проводит Масштабные военные учения В полярных условиях Руководство НАТО Выражает недоумение По поводу того Что Кремль Не предупреждает его заранее О проведении маневров Наращивание российского Военного присутствия В Заполярье Безусловно тревожит Лидеров НАТО И Большой Семерки Однако Как считают западные эксперты По вопросам изучения Крайнего Севера Для России Милитаризация В освоении Арктики Это скорее необходимость Военные подразделения Состоящие из молодого И уже обученного Личного состава Гораздо лучше подходят Для такой задачи Чем гражданское население Тем не менее Как арктическая супердержава Россия не может существовать Без контактов С западными партнерами Например Новейшими технологиями Для освоения Севера Российские компании Часто не располагают И закупить их Можно только на Западе Экономике Нужны внешнеторговые связи Полностью игнорировать Интересы других Арктических государств А заодно и собственного народа В Кремле не смогут Что мы должны понимать Это то, что развитие Арктики По российскому образцу Весьма дорогостоящее предприятие Требующее крупных капиталовложений Но даже если государство Вкладывает необходимые средства Оно не может спускать Эти проекты сверху Как раньше Россия Это не Советский Союз И ее власти Больше не могут решать За людей Где им жить и работать Свободный рынок Все-таки Начинает действовать Арктика Это крайне ограниченных возможностей Но одновременно И тяжелые испытания Для тех Кто его осваивает Администрации США Полагают Некоторые западные аналитики Стоит рассматривать Проблемы Арктики Не как повод Для разногласий с Россией А как дорогу К укреплению Двустороннего сотрудничества Так или иначе Растущее значение Арктики Для человечества Становится все более очевидным Неслучайно Предстоящий приезд Барака Обама На Аляску Станет первым в истории Визитом Американского президента За полярный круг Вадим Оленичев Андрей Дегтярев Настоящее время Вашингтон Настало время Передавать слово Нашим коллегам в Праге Динара Что читают москвичи Столичный библиотечный центр Составил список Читательских предпочтений В первой тройке Популярных книг Конец сюжетов Людмилы Улицкой С писательницей Встретился наш корреспондент Андрей Королев Я не люблю власть Как таковую Не могу сказать Что эта власть Мне не нравится Больше чем Какая-нибудь любая другая Я вообще не люблю власть Я человек свободолюбив Я не люблю Когда надо мной начальник Скажем И собственно Я свою жизнь так устроила Моя профессия Как профессия моего мужа Это профессия фрилансер Мы работаем на себя Без заказа Я в своей жизни Практически ничего не делала Под заказ Вот Поэтому Власть в идее Мне неприятна Эти самые Руки-бродобрей Они Так сказать Далеко не пустые слова Дух захватывает От отвращения От недоумения И от изумления Как могут люди Которые руководят Страной И так жестоко Чрезвычайно жестоко Относиться К собственному населению Власть С человеком Не может разговаривать Для того Чтобы они имели Какую-то коммуникацию Между собой Нужно общество Вот нужны Общественные силы Которые Заставляют власть Быть более человечной Нельзя Принимать закон Дима Яковлева Он чудовищный Нельзя Вот это импортозамещение В области медицины Это чудовищно Когда начинают Уничтожать продукты В нашей стране В нашей стране Где еще живы Блокадники Это абсолютно безнравственно Вокруг меня довольно большой мир У меня там Не знаю Дети, внуки Друзья И в общем Жизнь довольно Наполнена Жизнью В прямом смысле Смысле этого слова Кроме работы Есть еще много чего Все что здесь Окружает вас здесь В Москве Да Оно помещается в роман Конечно Весьма сильно Я думаю Что в этой книжке Наверное Отрыв наименьший От Какой-то Реальности жизни Хотя там Действие происходит С 1901 По сегодняшний день И даже Немножко Более продленное Время Чем сегодняшний день Так случилось Вот Но Конечно Это все очень важно Конечно Это все очень важно Кроме того Это ощущение Такого Знаете Накопленной жизни И Некоторого Желания от этого Освободиться Именно Путем написания Потому что Ничто так Завидится освобождаться Да? Нет Нет Владельцы частного мини-зоопарка Где обитают редкие ламы-альпаки Заявили, что московские власти Намерены их закрыть Посетители считают Что эта ферма Является уникальным местом Подробности в репортаже Марии Яблонской 15 мохнатых И невероятно симпатичных Альпак Три года назад Поселились на окраинах Москвы Их привез сюда из Северной Америки Любитель этого вида лам А ныне владелец Частного мини-зоопарка Егор Смирнов Но этот зоопарк необычный Детям и взрослым Разрешают не только Гладить животных Но и кормить их Прямо с рук По словам Егора Для многих Это давно забытое счастье К нам приезжают люди Которые закрыты В четырех стенах В больших коробках Они сюда приезжают Я еще ни разу не видел Чтоб человек уходил отсюда Без улыбки Без позитивных эмоций Но маленький зоопарк Столкнулся с большой проблемой Земля, на которой расположена ферма Принадлежит городу По словам владельца Когда на этом месте был пустырь Заваленный строительным мусором Московские власти Про него не вспоминали Теперь они хотят Выселить лам И договориться Об условиях аренды Владельцам фермы Пока не удается Если прийти к согласию С местными властями Не получится Ламам придется Поискать себе новый дом Скорее всего Далеко за пределами Москвы Время передавать слово Вашингтону Игорь, эфир ваш Спасибо, Динара Число так называемых Хейтерских форумов В интернете То есть сайтов Где в отношении Кого-либо Разжигается ненависть С годами только растет Теперь с этим инструментом Стали пользоваться Для вербовки И распространения пропаганды Различные террористические группы Подробности В репортаже Из Лос-Анджелеса За последний год Было совершено много Террористических нападений Одни из самых громких Убийства 40 туристов В Тунисе 27 молившихся В мечети Кувейта И расстрел 12 сотрудников Журнала Шарли Эбдо Во Франции По словам Равина Абрахама Купера Из центра Симона Визенталя Наблюдающего за сайтами Разжигающими ненависть Все эти нападения Широко обсуждались И положительно оценивались На сайтах И в социальных медиа Которыми пользуются Различные экстремисты Включая членов группировки Исламское государство Эти люди Демонстрируют Удивительную гибкость В использовании Новейших технологий Для выхода на массовый рынок И в качестве своих целей Выбирают определенные Группы населения По мнению бывшего Скинхеда Тима Заала Сегодня сотрудничающего С центром Визенталя Различные экстремисты Все чаще заявляют О списке общих врагов Номер один Сионизм И злые евреи Тираны Номер два Правительство США И международные корпорации В юности Будучи скинхедом Тим встречался С друзьями в парках Теперь такие встречи Организовываются онлайн Кто-то из Южной Дакоты Покрытый Трехметровым слоем снега Может обсуждать Эту пропаганду С человеком На другом конце света По мнению Зала Экстремисты Должны иметь возможность Слышать и другую точку зрения Нам необходим такой голос Мне кажется, что на эту роль Лучше всего подходят люди Подобные мне И другие насильственные экстремисты Пережившие кардинальную смену Мировоззрения Именно мы лучше других Сможем объяснить Контрнарратив Равин Купер Отмечает, что социальные сети Разрешающие публикацию Агрессивных хейтерских постов Должны стать частью Решения проблемы Удаляя подобные сообщения И высказывания Которые в один день От недовести Могут привести к терроризму Вашингтон становится Ближе к солнцу В смысле заботы Об экологии И выработке электричества Американская столица Стремительно набирает популярность Установка солнечных батарей На крыше домов Роман Мамонов Лично увидел Как светлое будущее Становится настоящим Квартал с благозвучным названием Южные дома и сады На юго-востоке Вашингтона Считается неблагополучным Белые граждане сюда Заезжают редко А население В основном афроамериканцы Совсем невысокого достатка И тем удивительнее Видеть на типовых Двухэтажных таунхаусах Новенькие солнечные панели Я очень довольна Мой счет за электричество Просто рухнул Я теперь плачу 40 долларов в месяц А раньше было 200 Солнечные панели Жителям квартала Поставили за счет Мэрии Вашингтона Чтобы участвовать В городской программе Доход не должен превышать 50 с половиной тысяч долларов На семью из трех человек Или 60 тысяч на четверых Люди обычно узнают о нас По сарафанному радио От соседей и друзей Которые поставили себе системы Они должны обратиться с заявкой Предоставить документы Мы приезжаем Все проверяем И если все хорошо Начинаем работать Пока бизнес по установке Солнечных батарей В Вашингтоне только формируется По оценке Отто Кайроша В этом году В американской столице Будет установлено Всего 1200 систем В Калифорнии Например На порядок больше Но спрос растет На 30% в год По всей стране А в Вашингтоне Он может удвоиться В следующем году Увеличит расходы На бесплатную установку Панелей для бедных семей И город В этом году Мы уже установили 125 таких систем В следующий год Цель 200 домов И мы каждый год Достигаем поставленной цели А через год Если будет все хорошо С финансированием То я думаю Мы могли бы оборудовать 250 домов Программа финансируется За счет платежей Компаний Загрязняющих Окружающую среду И расходы Нынешние Должны привести К многомиллионной экономии В будущем Мэрии не придется Тратиться На коммунальные дотации Бедным семьям Дорогое электричество Из ископаемого топлива И восстанавливать Экологию Плюс новые рабочие места И инновационная технология Такое вот Солнечное будущее Впрочем Для семьи Эдвина Амакера Оно уже наступило В среду На его крыше Поставили 16 новеньких панелей Мне сказали Что система Обеспечит До 30-40% Моего потребления Это много Учитывая Сколько сейчас Стоит электричество Чем меньше Я потрачу На счета Тем больше Потрачу На семью В следующем году Власти Вашингтона Намерены запустить Программу Поддержки компаний Малого и среднего бизнеса Которые хотят Установить солнечные батареи На своих зданиях Кроме того В столице должен Стартовать проект По оснащению Такими панелями Крыш муниципальных И даже федеральных зданий А это превратит город В большую Экологически чистую Солнечную электростанцию Роман Мамонов Анатолий Кошенко Дмитрий Шахов Настоящее время Вашингтон И Новый Орлеан Уже давно является Международной Туристической достопримечательностью Но после урагана Катрина 10 лет назад О туризме Городу на долгое время Пришлось забыть Эта индустрия Стала возрождаться Вместе с инфраструктурой города Репортаж Из Нового Орлеана Каждый день Многочисленные туристы Бродят по удочкам Знаменитого Французского квартала Импровизированные спектакли Здесь обычное дело А сцены, звуки, вкусы и ароматы Которые предлагает Новый Орлеан Больше не встретить нигде В течение нескольких месяцев После урагана Катрина Многие отели и рестораны Были закрыты И доходы от туризма Были плачевными Однако сейчас Как утверждают городские власти Туристический сектор процветает У нас было больше 9 миллионов посетителей В прошлом году И мы продолжаем расширять этот рынок Новый Орлеан Принимал суперкубок Пару лет назад В 2013 году И в нашем городе Каждые выходные Происходит крупное мероприятие Туризм является Одной из опор нашей экономики Примерно 80 тысяч человек Работает в этой индустрии Только в прошлом году Гости города Потратили здесь Почти 7 миллиардов долларов 90 процентов туристов Приезжают в Новый Орлеан Из Соединенных Штатов Однако количество туристов Из-за рубежа Постоянно растет Мы видим, что иностранные туристы Как правило Остаются в городе На более длительный срок А значит Тратят больше денег Некоторые гости города Беспокоили, что Новый Орлеан Не сможет после урагана Катрина Восстановиться в полной мере Но Марк Ромик говорит Что те, кто знаком с историей города Знают о его стойкости Несмотря на шторма Малярию Разливы нефти Город всегда возрождался Люди не сдаются Потому что очень любят свой город Я думаю, когда туристы Прибывают сюда Они чувствуют эту атмосферу И хотят быть ее частью Уникальные события Истории Нового Орлеана Станут основой празднования 300-летия города в 2018 году Один из гигантов Индустрии фастфуда Компания Burger King Направила другому гиганту Макдональдсу Открытое письмо Предложив совместно Встретить Международный День Мира Однако Макдональдс Отказался пожать Протянутую ему руку Дружбы Бургер Кинг Маквоперы предлагалось продавать Во временном кафе Который можно было открыть На парковке в городе Атланта Если провести на карте США Линию между городами В которых находятся Штаб-квартиры двух корпораций Это получается где-то посередине Доход от продаж Маквоперов Должен был быть направлен На благотворительные цели Кроме того Burger King Вывесил в Юзюбе ролик С рекламой своей идеи Глава Макдональдса Стив Истербрук Отверг мирное предложение Опубликовав пост в Фейсбуке Он написал Что две компании Продолжают оставаться конкурентами И что для изменения мира В лучшую сторону Следует сделать что-то более серьезное Макдональдс Крупнейшая сеть фастфуда в мире Burger King В последние годы Переживал не лучшие времена И уступил второе место В мировом рейтинге Компании Вендис На этом наша передача Подошла к концу Мы благодарим коллег в Праге И прощаемся с вами до завтра Не пропустите программу Настоящее время итоги В нашем субботнем эфире смотрите Чернеют ли понедельники Перед рассветом Юань отправился Свободное плавание Биржи обвалились Что дальше Препарируем черный понедельник И его последствия С известным экономистом Сюжеты для кино Криминальная драма И фантастика В исполнении Российского правосудия Режиссера Олега Сенцова Осудили на 20 лет Колонии строгого режима Главного фигуранта По делу оборонсервиса Евгению Васильеву Условно досрочно Освободили Соджиген Обсуждаем качество зрения Российской Фемиды С заочно арестованным В России депутатом Все это в программе Настоящее время итоги С Юлией Сапченко Из Вашингтона Мы благодарим коллег Вашингтоне И всех наших зрителей Смотрите нас в эфире Своих национальных телеканалов Всего доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова